Привет, друзья! Подписчики мои! Сегодня поговорим про вот такой наборчик под артикулом 7, 6, 9, 4, 5 из мира юрского периода. Набор, на самом деле, я уже собрал, внутри только инструкция. А с другой стороны у нас есть интересная информация. 4 500! Но вы спросите меня, что же ты купил его за 4 500? Я знаю, сейчас многие умники набегут, напишут. Я вообще в этом ролике просто хотел поболтать, на самом деле. Кое-что прояснить, несколько моментов, так сказать. Короче, многие набегутся с умники в комментариях, напишут, что за ты что? Я его там за 500 рублей покупал, мне его там подарили, он бесплатно, он столько не стоит и так далее. Где ты берешь такие цены? Ну вот, 4 500! Вы думаете, это я написал? Нет. Ладно, я его не покупал, на самом деле мы играли в таком месте, где типа там дают тебе тикеты. Мы накопили довольно много тикетов и вот, соответственно, за них мы этот набор и приобрели. Это было удачное вложение, на зоне его цена 2 500 и... О, сейчас напишите, да ты глупый, там он тысячу стоит. Окей, пишите, вот что хотите, мне, честно, я вот надоело. Я вообще ненавижу программу «Умники и умницы», потому что... Ну вот зачем вы это пишете? Чтобы понтануться, чтобы вот что? Повыпендриваться. Я таких цен, на которых вы пишете, я их тоже найти не могу, поэтому... Короче. Значит, первое, по набору. Набор прикольный, на самом деле собирал я его достаточно, ну, долго, там как-то много деталей оказалось внезапно. Но у меня есть вопрос. Кто этот такой? Райан Делакурт. Я без понятия кто. Сейчас вы сразу мне напишите. Сначала изучи информацию, потом снимай видео. Я, опять же, я не обязан ничего изучать. Я не обязан смотреть 6 фильмов юрского периода. Я не обязан пересматривать все мультфильмы. Я не обязан узнавать, кто такой Атроцераптор. Я не знаю, кто это такой. И мне пофиг. Я просто показываю набор и рассказываю вам мнение. Если я про что-то не знаю, я говорю, я что-то не знаю. Зачем тогда мне вы? Вы же нужны для того, чтобы пояснить, сказать, вот, чувак, слушай, его зовут так-то так-то, он был там-то там-то. Все. Так и работаем. Я покупаю наборы, я там снимаю в магазине что-то, а вы пишите там то, чего я не знал или не сказал. Вместо этого вы же начинаете писать гадости, что ты не шаришь, не снимай и так далее. Меня очень сильно удивляют люди, которые на полную... Я когда иду в магазин, снимаю шортс там, да, и мне пишут, подготовься к ролику. К какому ролику? К тому, что я витрину буду показывать? Вы вообще в своем уме? Здравствуйте, войдите, понимаешь? Вот такая история. Все. Смотрим набор. А, ну, инструкцию, да. Кстати, набор с Вайлберриса. Они заказали на Вайлберрисе, и вот я его там замутил за тикеты. Так, что у нас по инструкции? Инструкция, на самом деле, ничего интересного не представляет. Стандартная сборка с бегущим человечком. Никакого тебе ни комикса, ни вау. Ну, вот разве что в конце у нас есть линейка наборов Мир Юрского периода, да, какие-то симпатичные наборы. И есть еще вот такие вот все динозавры. На самом деле, они какой-то совершили эволюционный скачок в плане динозавров. Действительно много разных необычных динозавров. Это круто. Это прям прикольно. Потому что раньше я помню, когда... Ну, я помню, когда в нулевых я смотрел каталоги Лего там 99-го, и там были эти классные маленькие динозаврики, которые даже не покрашены были. Но это, конечно, небо и земля. Вообще удивительно, что они так вцепились за две линейки. Это Гарри Поттер и Джурасик Ворлд. Потому что, ну, как бы, мне вот говорят, да, вот DC. Мы не выпускаем наборы по DC, потому что нету фильмов. Ну, а где фильмы по Юрскому периоду? Здесь, кстати, написано «Период Доминион». Это, видимо, третья часть, но она вышла уже достаточно давно, и там... Ну, не было там этого чувака с татухой. Ладно, смотрим набор. Набор у нас в целом вот такой. Но здесь скорее на детали, потому что здесь действительно есть много вот этих вот интересных элементов. Их достаточно реально много. Они вон тут с двух сторон. Вот здесь есть, вот тут они есть, вот здесь. Это чисто вот купить и попустить на детали. Что примечательное? Есть, во-первых, вот такая вот штучка. Типа кости динозавра. Это прикольно сделано из бластера. Они сделали интересную модельку. И ящик. Ну, это халтура откровенная. Мне бы хотелось нормальный большой ящик. Здесь вот такой. Но пусть будет. Какой-то прожектор на палке. Это шоковая палка или что, это непонятно. И два вот таких маленьких пусика. Это таких пусиков всегда приятно иметь в коллекции. Крутим. Они могут покрутиться. В принципе, это вся фишка набора. Причем здесь нарисовано, что очень эпично разлетается. На самом деле, разлетается это образом вот таким. То есть, вы просто снимаете эту штуку и все. Ну, то есть, никакого ни рычажка, ничего нету. Что странно. Вот эта часть абсолютно там не поднимается ничего. Никакого сюрпризика, кристаллика нету. Я немножко не понимаю. Честно. Фигурка. Значит, его зовут Рейн Делакурт. Фиг знает, кто это. На самом деле. Не, кстати, фигурка неплохая. Разве что прическа убогая. Принца Персии. Ну, не знаю. Но фигурка в целом неплохая. Неплохой принц. Татуха. Он двухсторонний. Сделано прикольно. Он типа в таком плаще. Для... Как будто бы вестерна подойдет. Мне нравится. Дальше. У нас есть вот такая вот мини-часть. Мини-постройка. Вот с такой вот жужелицей. С таким комаром. Отсылка на первый фильм. Это я знаю, это я смотрел. И вот какая-то ловушка, не ловушка. Что это? Меня печалило, что здесь нету яиц. То есть, прикольно было бы какое-нибудь маленькое яичко заполучить. Но, к сожалению, нет. У нас есть мотоцикл. Как будто бы это новый. Мотоцикл у меня есть в старом дизайне. И есть вот этот в новом теперь. Это прикольно. Есть игурка Оуина, которая абсолютно отвратительная. Ну, она... Ой, я сломал руль. Она... Ну, то есть, она никакая. Понимаешь? Вот она вот... Никакой идеи в ней нету. Абсолютно пустой принт. Абсолютно... Вот на ноге какая-то... Какой-то карман. Ай, фиг с ним. И вот, конечно, атроцераптор. Атроцераптор прикольный. У него защелкивается пасть. Причем так солидно защелкивается. Довольно симпатично. У него есть любопытные принты. На теле, на торсике. Да, вот на вот этом его прикольно. Сделано прикольно. Но, опять же, сразу вопросы. У него ничего не двигается. Ни руки, ни ноги, ничего. Я в этом вижу откровенную халтуру. На самом деле. Потому что... Ну, это же динозавр. Как будто бы хотелось, чтобы у птеродактиля... У них там, извините, птернодоны. А мы сейчас все узнаем. Как они называются правильно. Вот тут написано. Птернодон. Да. Тирекс. Атроцераптор. Атроцераптор и тирекс. Гигантозавр и терезинозавр. Какие-то... Ну, по-моему, вот этот терезинозавр, он, кстати, был. Он такой в перьях. Он, по-моему, был как раз в доминии. Да. А вот гигантозавра, что-то я не помню там такого. Не знаю. Вот такой, собственно говоря, набор. Мы сейчас поднимем фигурку Оуэна Грэди. Крис Пратт играет в Лего важную роль. Он играет и фигурку Звездного Лорда. Он играет и Оуэна Грэди. Вот. Такой набор. Я не знаю тут, что говорить, понимаешь? Вот как будто бы столько много наборов. И уже идей в них нет. Вот немножко бы допилить, понимаешь? Во-первых, меня удивило, почему... Где наклейки? Во-первых, нет наклейки. Это с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Вот я бы хотел наклейки хотя бы на этом байке. Когда обозначить, что это байк Оуэна. С какими-то татуху там, ну, рисунок какой-нибудь. Ничего нету. Да, дальше. Даже подножки. Видишь, вот он не стоит, он падает. А, вот так, кстати, стоит. Нормальный байк, мне нравится. Ну, вот видишь. Здесь фишки нету, яиц нету. Эта штука не отлетает. То есть, как это работает в глазах создателей? Мы пробегаем вот здесь и типа вот так вот... Бьём? А зачем? Чтобы что? Непонятно, на самом деле. Максимальный набор абсолютно... Ну, вот просто, чтобы продать динозавра. За 2500 Атрацераптор в целом норм. Я вспоминаю линейку... А, вспомню, дай бог, 12-го года, по-моему, Дина Атак называлась. Или 10-го, или 12-го года. По-моему, 12-го года, попробуйте мне в комментариях. Не пишите, что я не шарю, что я не разобрался. А просто поправьте, напишите эту точную дату. По-моему, 12-го. Я помню, тут был момент прекрасной своей жизни, я вам расскажу. Я поехал в... Я прогулял шарагу. Да, было такое. И я... Вам не советую сейчас прогуливать, иначе потом будете как я безработным видеоблогером. Значит, прогулял шарагу и поехал в кино на призрачного гонщика. У меня тогда были билеты бесплатные в кино. Ну, не бесплатные, а за 15 рублей на сеанс. Короче, и я помню второй призрачный гонщик. Как же он мне тогда не понравился, какой же мерзкий фильм. Но после этого я поехал в магазин, был в Кузьминках, около метро, частный магазин. И там я купил этот набор, мне захотелось Дины Атак. Там была вышка, там был прекрасный птеродактиль. Я называю их птеродактилем, мне пофиг на птеродонтов, я называю их птеродактилем. И я там купил тот набор желтый, классный. Там была интересная фигурка, интересная вышка, там была сетка и лего-сетка, которую я мечтал. Я приезжаю домой довольный, все, собираю набор, и потом я заболел, несколько дней провалялся температуру. Это, конечно, было грустно, потому что там, по-моему, был дождь, а я был без зонта. Вот такая у меня есть история приятных воспоминаний. Хороший действительно набор, на детали он ушел, естественно. Там много было. Там была принтованная деталька радара. Да, то есть там был классный, принтованный, летающий ящер. Хороший был набор. Была идея какая-то в нем, что ли, а здесь как-то пустоват. Вот. Что думаете про набор? Может, где-то был мне прав, пишите в комментариях. Напишите мне, кто такой Рейн Делакурт. И вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем дочь, всем. Пока, пока. С вами был Мастер Байзон. С вами был Мастер Байзон. Игорь Негода. Продолжение следует...